Лечу, лечу, скорость падает, 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 вот 80 уже, вот, чук-чук, ты посмотри, как я нежненько и пужитенько приземлился, а? Огонь. Огонь, не, я сам рад, значительно, о, олень, олень, японский ты бог, друзья олени, а ну крыш, вот что там размножаться решили, брысь, хулиганьё тут, ну как я к тебе, как я тебя покатал, огонь. Здравствуйте, как уважаемые любители летных видов спорта, а сейчас я вам покажу, как можно летать в достаточно уважительном возрасте, и освоить, я сам услышал сегодня, сейчас только что офигел, больше 250 типов планиров, это будет следующим. Готовим наш борт к полету, включаем питание. будет основной бортовой компьютер, теперь включаем батарейки, нагрев батареек, поднимаем наш винт, видите, ну и как, оп, выходит винтик, выходит электромоторчик. Что в этом планере оказалось важным? Вольтаж батарей 300 вольт, 13,1, 13,2 батарея маленькая, система. Так вот, сейчас на этом планере не работает преобразователь 300 вольт на 12 вольт, и у меня стоят две батарейки. Две 12 вольтовых батарейки, чтобы был запас энергии минимум на час полета на электромоторе, ну а так я потом использую только приборы, электромотор у нас работает буквально там 5 минут, не больше. Система должна предупреждать, что DSDS конвертер сломался, что батарейка 12 вольт не заряжается от 300 вольтовых батареек, но вопрос к пипистрелю, почему этого не случилось. И я проверяю это каждый раз, но позавчера получилось так, что я балансировал систему, батарея просела, я думал, ну, сейчас конвертер зарядит. И на взлёте этот моторчик электрический превратился в тыкву и стал на 20 метрах. Это, к сожалению, на видео не попало, но я как-нибудь реконструирую это и покажу вам красивейший ролик. Поэтому проверяйте всё, выскакивает сообщение, должно выскакивать, но его нет. Я теперь добавил в чек-лист ещё один пункт. Are you ready? Так, мы готовы к взлёту, закрыл их на положение тайков, мы пристёгнуты, планер сильно качает, видите, ветер реально очень сильный. Тут какая-то пчела, давай-ка её уйти. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да чёрт. Опан, окей. Кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш. Ветер у нас боковой, слева градусов 45, то есть взлёт будет непростой. Ситуация Мистраль, сейчас увидите. Порывчики будут, дай боже. Кипестрелю, конечно, это почти предел, но, так сказать, я бы аппарат влётанный. И ничего не боюсь. А, надо же доложить со взлёте. Сарл Батинди Виктор Докуляш, Пистон Орд. Собственно, и всё. Аэродром нерегулируемый. Слетаем, как хотим. Даю полную тягу. 30 киловатт. И разгоняюсь. Левую педаль приходится давать, потом её надо будет сильно давать. Уже ветер достаточно сильно боковой. Видите, насколько, кстати, ветер боковой. Я оторвался. Делаю упреждения на ветер. Нифига себе. Рачком ставит. Вау. Ну и набираю безопасную высоту. Потихонечку. Да. Закрылочки переставил. Упрал шасси. Видите, какой плюс электротяги. Идём вверх со страшной силой. Немножко уменьшаю мощность. До 25 киловатт. И разворачиваюсь к склону. Ого, по земле какие порывчики несутся. Видите, по траве прям. Ну и колдун торчком стоит. Вот этот склон домашний. Всегда удобно, когда есть своя гора. Можно до неё долететь. И дальше летать в динамике. Скорость я использую немножко больше, чем нужно. Не 100, как надо набирать с мотором, а 120. 120 предельно для мотоустановки. Быстрее нельзя. Но я знаю, что здесь турбулентность достаточно сильная. Поэтому не хочу приходить, так сказать, низко. Глушиться здесь можно на 1100, потому что поток, как вы видите, достаточно сильный. Вот сейчас 9 метров в секунду мы набираем. И как глушится мотор. Вот так. Раз. Чпок. И потом раз. Чпок. Всё. Вот установка убирается. Оп. И я могу смело переходить на повышенную скорость. Иначе страшно. Оп. Вау. При таком ветре ветер вот в этом месте почти параллелен склону. Ну, так, градусов 30 к нему приходит. Работает вот тот угол. А повыше ветер становится лучше. Почему так происходит? Видите, впереди ущелье. В это перещелье засасывает воздух. И ведь ничего хорошего. Да. Одно меня интересует, как моя ученица сегодня летать будет. Она так смело говорит, я тут на 3 часа. Если она выдержит час такой болтанки, то это будет большое достижение. Пепестрелька, конечно, для таких условий, мягко говоря, легковат. Ну, сейчас повыше должно быть лучше. Видите, как я вам говорил, угол работает прекрасно. Вот такие цифры на бариометре. Ух! Да, обожаю этот склон. Он позволяет, конечно, решать все летные проблемы при наличии сильного северного ветра. Это город Сэр, в котором школа Макса. Даже вижу школу. Макса не вижу, школу вижу. И, конечно, вот это удовольствие от пепестрели, что ты тапками, можно сказать, в склон. Это прям восторг. Я сейчас набираю высоту высосклона, чтобы передать управление пилоту в более комфортных условиях. Потому что сейчас, конечно, я не скажу, что для меня много, но для меня нормально. То есть так 5 из 10 погодка. Не ужас, не ужас, не как, не ужас, ужас, ужас. Ну так, ужас, наверное. Просто ужас, и все. Один раз ужас. Аэродром почти пустой, как вы видите. Но в ангаре несколько планиров. И вчера шел дождь целый день, поэтому все планира попрятались в коробочке. Ну и пока мы набираем высоту пару слов о этом эпическом отказе. О, это у меня предупреждение, что в зону влетели. Что я почувствовал? Я почувствовал вот эту паровозную тягу, как я взлетаю. Я за что люблю такие стрели электрические, взлетаешь вообще не боясь. Прям прет, как из пушки. И вот я взлетаю с асфальта еще довольный такой, делаю набор, метров 20 уже набрал. И вдруг так, как вот в один момент, как у Золушки карета в тыкву превращается, так же у меня чпок, и все превращается в тыкву. То есть вообще ничего не остается, никакой тяги. А дальше происходит самое неприятное, что может быть на плане ревинт, который вращается, перестает вращаться от электромотора и дальше начинает вращаться от прибегающего потока воздуха, создавая какое-то совершенно гигантское сопротивление. То есть у меня было ощущение, что меня останавливает в воздухе, что мне кто-то кувалт бы стукнул. Сначала мотор заглох, но я понимаю, что надо ручку от себя, все, вопросов нет. Но я дал ручку от себя так, ну, чуть-чуть. А потом я садал ручку от себя, когда понял, что все не так хорошо, как мне хотелось бы, просто вперед почти до самого упора. Я поставил планер градусов, наверное, вот если нормальный угол захода на посадку 6 градусов, то у меня было градусов на 15. То есть, ну, совершенно, как будто бы полностью выпущены тормоза. Вот, может быть, вы видели видео, как мы приземляемся при северном метре, и сегодня будем, вот, и встретиться как-нибудь. Вы видите, под каким углом жестким я захожу на посадку? Вот примерно так же. И этот опыт как раз помог, то есть я не испугался, сейчас на меня бросится земля. И тем самым я подошел к планете с нормальной скоростью около 100, взял ручку на себя, сделал короткое выдерживание, там буквально пару секунд, потому что тормозило жутко, и коснулся, и все в порядке. А съехал, понимая, что у меня вообще пусто. То есть, все панели погасли, приборы не работают. 291 система и 13,2 батарейки. Штатная батарея 12 Ач, его вспомогатель у меня сейчас 20 Ач. То есть, никаких проблем сейчас уже не будет. Батарею я теперь заряжаю каждое утро. Я сделал специальный порт зарядки, которого нет в ППСЛе в штатном. Там рассчитано, что всегда батарейка заряжается только от высоковольтной. Но, как видите, она не заряжается. Алярма, сообщений об этом нет. И я получил очередной... Десятый! Десятый отказ двигателя, так уже на электрическом планете. Опыт. Я ему бессказанно рад. Не знаю, что меня преследует. Карма какого-то летчика-испытателя, еще чего-то. Но, в целом, зато... Зато опыт. То есть, опыт это, наверное, самое бесценное, когда он так хорошо заканчивается. Хотя, как вы видите, вот наш аэродром. Если бы мотор встал на секунд 10 вольт дольше, позже, я бы мастился на поля. На них огромная трава. И я не уверен, что пепестрель остался бы цел. Потому что вот этим крылышком можно было легко цепануть травку, сделать циркуль. В этом случае отламывает хвост. Ничего хорошего. Ну, на этом историю про отказ с двигателем на электрическом планете я частично закончу. Сделаю отдельное видео по этому поводу. А сейчас я передаю управление моему компайлоту. Ты готов? Держи контроль. Все. Дальше летаю уже не я. Здесь достаточно спокойно. Высота у нас сейчас 1680 метров. Вот домик мой с солнечными панелями где-то в этом городке. Кто знает местность, уже знает, где дом искать. Ну и вот, представляете, около домика. Вот она гора. Домашний, на который можно сейчас летать. И вообще весь этот тут Прованс. Сейчас на каждом склоне северной ориентацией. Северо-западной есть восходящие потоки. Мы будем летать весь день на энергии ветра. Потратим всего лишь... Как вы видите, всего лишь 10% батарейки я потратил. Вот этот символ показывает, что идет балансировка батареи. Мне ее хватит еще на несколько взлетов без всяких проблем. Вот, пожалуйста, друзья, берите пример. Сколько типов освоено планиров у самолетов? На Конкорде. Мы только что обсуждали, что он летал на Конкорде, потом еще на ДС-3. Короче, вот все, что летает, все, что летает, практически испытано. То есть это не только планира. Это, ну, реальный рекорд. Я не знаю, может быть, в Гиннеса надо обратиться. Удивительное дело. Сан-Жени, где работает вот этот склон обычно идеально. Работает под северо-западный ветер. Ветер сейчас 33 км в час, 350 градусов. Но на самом деле он весь северный компонент сильный. Почему тут все так получается? Почему вот на нашем том склоне I go front now and after we turn to the left. But go in the middle of the valley, okay? Not in rotor. Okay, accelerate. Use speed 150. Now for 150 and little bit to the right. Okay, in this direction, okay? 150, more speed. Не сработал этот склон. Видите, я вам нахваливаю. А пожалуйста, к этому надо быть всегда готовы. Почему происходит такой косяк с ветром? Вот этот склон впереди, как плотина стоит посреди долины. И ветер, который заходит, часть ручей уходит слева, обтекает склон. Вот, собственно, вы там самый сильный поток и получали. А часть справа. На крепте часто получается боковой ветер. И вот в этой долине получается, что склон сзади, как правило, максимально удачно ориентирован. Но не сегодня. Почему может не работать склон? Например, попытка сформироваться в волне впереди. И волна запускает несколько таких вот пеуколебательных процессов. Если частота процесса не совпадает с частотой волны, то волна может гасить динамик даже до склона. То есть здесь много всяких нюансов, поэтому мы возвращаемся на наш родной склон. Почему возвращаемся посреди долины, чтобы не получить турбулентность от склона. То есть сейчас уйдем вперед, и потом так чпуй налево, и все. Очень много нюансов в планилистке. Чтобы летать в горах, вот ученицы сейчас у меня летают, говорят, я боюсь гор, я не хочу что-то припитать игру. И нужно почитать на них энергия, и нужно знать, когда, с какой стороны, куда, почему, зачем. И при этом часто ошибаешься. Что это за лемки? Турбулентность выше, она исчезнет, выше более ламинарное обтекание. Но пока вот, как мужественные пилоты, отважно, в этом случае пилот отважно ведет планер, не боясь, так сказать, ничего. В полностью оптимистичном настроении. Дай бог вам в таком же возрасте так же летать, друзья. Оп, я вот, по крайней мере, об этом мечтаю. Ну, сейчас 5, 5, 5, 7. Кайф. К сожалению, сегодня волны не будет, потому что ветер с высотой сильно меняет направление, становится более западным. К сожалению, волна в этом случае, ни в той такой комбинации ветра не формируется. Но динамики будут, еще днем обещают термики, когда все прогреется. Еще будет такой коктейль, что полный агигей. Мы отлетали час, вернулись на наш склон, погуляли немножко по всей долине. Ну, тут, в принципе, в такую погоду ничего особо интересного. Из интересного сейчас будет посадка. Видите, аэродром пуст, еще никто не готовится к полетам даже. Вот, я, естественно, осматриваю, чтобы никого не было. И садиться я буду против ветра. И посадочка будет веселая, потому что ветер сейчас... Ветерок 340 градусов, километров под 40. И нас ждет действительно веселая посадочка. Я подготовлю сразу все, чтобы потом запустить двигатель на руление. Активирую систему. Проверяем. 13,2 вольта у нас напряжение на батарейке 12-вольтовой. 292 вольта основная батарея. Ну, и 90% заряда. Я перехожу на закрылок Т. Он позволит мне двигаться со скоростью до 130 км в час. Выпускаю шасси. И полностью открываю воздушные тормоза. Начинаю снижение. Ну, смотрю на ветер. Ветерок до... Где-то градусов 30 в полосе. Ну, и вы увидите, как будет весело на посадочке. То есть, будет штырить нас. Аж дым будет идти. Это я вам обещаю. Снижение на интерцепторах. Где-то 4 метра в секунду. Не очень большое. Потому что здесь еще зона восходящего потока небольшая есть. Ну, вот. Четверочка где-то. Ну, сейчас чуть пободрее пошли вниз. Мне нужно сниться до высоты входа в круг и таким лихим маневром от склона зайти на посадку. Внизу будет присутствовать, естественно, турбулентность. Поэтому я к ней готов. Посадку эту хорошо знаю. Ну, скажу вам, что на обычном плане ли легче. На пепестреле он слишком легкий. Его раком ставить аж будь в дорогу. При такой посадке очень важно использовать скорость повышенную, чтобы пройти градиент. Дело в том, что прямо у земли ветер будет значительно слабее. И если зайти на малой скорости, то резко набегающий поток воздуха уменьшается. И планер может попасть в такую бум-яму. Сейчас я, кстати, проверяю до шасси стали ли они на замок. Они коварно иногда на замок не становятся. Стали. Ну, вот позиция мне нравится для захода на посадку. Сейчас прохожу чуть вперед. На обычном планере я чуть пониже нахожусь обычно. На этом чуть повыше, чуть поспокойнее, чуть большими запасами. Потому что опыта на пепестреле у меня значительно меньше. Вот высота меня устраивает. Причем высоту я на глаз определяю. Сейчас не смотрю ни на высотомер. Нафиг он тут не нужен. Ну, тысяча метров, кстати. Селоботеин девиктор даун винк лендинг ту норд. И идем к склону. Сейчас я буду за счет воздушных тормозов регулировать подход к четвертому. Видите, я такой дугой еду. В принципе, не столь важно, как ты эти развороты выписываешь. Важно, чтобы ты в нужном месте вышел в нужную точку. Как видите, в горах заход нечто такое особенное. Вот сейчас начинает швырять. Вот я выхожу в точку, где мне нравится довернуть против практически ветра. И, контролируя скорость, видите, как раково ставит. Видите, вот она глиссада жесткая, про которую я говорил, что когда мотор встал, как я сунул нос. Вот этого я не... Ух ты ж ни хрена себе, какой боковой порыв. А вот это вот... Ой-ой-ой. Иди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди, родной. Давай-давай-давай-давай. Оп. Да. Сегодня будет лихо. Похоже, правая нога до упора. О-о-о-о. Так, выпускаем мотор. 42 километра в час. Но это больше 10 метров в секунду. То есть, для малыша вот этого предел. Вот эта трава очень плохо, потому что, если крылом пепестреть зацепится за траву, то его может пустить на вираж. И он сделает циркуль. Заход планера на посадку. Мы над ним летим. Сейчас на высокой скорости по дубе проходим. А он идет на посадку. Сейчас дойдет до края полосы. Как-то он странно идет. Он сейчас подворачивает к четвертому развороту. Интересный заход. Я немножко по-другому захожу. Ну, сейчас смотрим. Смотрим. Сейчас будет разворот достаточно энергичный его против ветра. И, смотрите, какой большой высоты он заходит на полосу. Да, такой. Хотя нет, нормально. Сейчас будет касание. И остановочка. Но здесь можно приземлиться короче. То есть, не так длинно. Длинновато он зашел. Только что планер приземлился и скрутил циркуляку. Сделал циркуля на посадке. Задел то ли трава высокая, то ли еще что-то. Сейчас будем заходить. Стараюсь приземляться пораньше. Но, видите, не получилось. Пришлось довисеть, долететь. Все равно небольшой плюх получился. Но в целом хорошо. Отлично. Сейчас мы порулим на нашей электротяге. Главное, верно рассчитать расстояние до ангара. Это я умею. Ну что ж, друзья. Наш друг освоил очередной тип летательного аппарата. И в комментариях вы можете пожелать ему дальнейшей удачи. В летном мастерстве он сбежал. Мы не успели, пока ставили на зарядку. Убежал. Наталья, как ты относишься к такому бодрости в таком возрасте? Ну, я мечтаю о такой старости. 71 год. У человека два планера. Он безумное количество десятков лет летает. И летал на Конкорде. Ну, в общем, я то, что хочу. Просто мечта. Именно вот так вот. Не как иначе. Очень круто. А мы готовимся к взлету. Я вам эпические кадры нашего взлета сейчас вставлю. Ну, и на этом и закончим. Взлет будет огонь. Потому что ветер порывистый. Вообще раком ставят немцы. Боятся взлетать. А мы ничего не боимся. А мы не боимся. И погнали. Сначала чуть медленно. А потом больше, больше, больше и полный фаул. Сейчас придется левую ногу давать достаточно сильно. Видишь, как раком ставят уже сразу. Шебуршу педалями, что ж, дым идет. Сейчас акселерация. Оп. И вот сейчас уже можно вверх, выше идти. Закрылок переставить до ноль, чтобы не страшно было. О, видишь, что творится? Просто ужас, а не погода. Я иду на пределе, возможно, для этой мотоустановки на 120. На ней по мэнвеллу больше 120 нельзя. А мне меньше 120 страшно. Сейчас главное держать скорость нормальную. И бояться. То, что мы летим в гору, это нормально. Сейчас я плавную дугу разворотов. Сейчас мы... Самый динамик, самое вкусное место здесь лучше все подымает. Но подымать будет с высоты 1100 хорошо. Сейчас на высоте 1100 будет немножко все похуже. Ну, кстати, погода лучше, чем мы взлетали в предыдущий раз. Помягче стало. Выключаем мотор. 86% батарейка. Мел. Да и видишь, сейчас само само уберется. Вот эта часть горы работает лучше. Потому что на нее ветер удачный. Поэтому, вплоть до того, что мы вот так заходим над вот этим ребром. Сейчас будет пи-пи-пи-пи. Самое лучшее пи-пи-пи будет. Тоже 5 метров в секунду. Ну, понятно, что это до какой-то высоты тебя будет подымать. Потом все выровняется равновесно. То, что... Даже я педали передал со страху. А? Что, крен большой? Да ладно. То, что надо. 45 градусов. Мы далеко. Я тебе показываю сейчас как надо. Я тебе же отдам ручку, когда мы будем высоко над склоном. Это вот прямо то, что доктор приписал. Это между нами и между нашим крылом и скалой еще один планер поместится. Вот сейчас немцы взлетят, увидишь. Что-то они не взлетают. Они боятся. Направо туда, видишь, склон загибается. И там гор начинает обтекать. Соответственно, вот этот овраг, скажем так, крайняя точка, за которую соваться уже точно не нужно. Вот эта точка твоего разворота будущего. И вторая точка разворота можно считать это продолжение полосы. Когда наш курс выходит на продолжение взлетно-посадочной полосы, можем считать, что можно разворачиваться. Ну, в принципе, все хорошо. Все хорошо. Готово? Я? Да, может сейчас пока подальше держаться, чтобы тебе совсем не страшно было. Все, отдал. Фух. На этой оптимистичной ноте, друзья, начинается учебный процесс. Игигей. Ты как? Страшно? Да, страшно. Хорошо. Это хорошо. Итак, друзья, наш страшный заход на посадку. Ух. Хе-хе. Сарл Батейн Директор Довинг Лайлинг Ту Норд. Вот видишь, впереди там несколько этих дорожек. Вот где-то на уровне не выше нижней, ой, не ниже, нижней, не выше верхней. Короче, вот примерно так. Здесь все, конечно, на глазок. В метрах на 50 я буду делать визуально доворот против ветра. Сейчас я проверяю скорость. 130 многовато, полностью тормоза выпускаю. Вот, сейчас до полных тормозах иду. И будем чуть наискосок идти, потому что, как ты видишь, ветер чуть боковой. Поэтому я ни по какой оси полосы идеально заходить не хочу. Но спокойненько сейчас доворачиваю. Вот, здесь, конечно, страшно то, что торец. Какие-то деревья, какие-то прицепы. Вот, и вот сейчас агрессивный вот этот элемент, когда я достаточно нагло и жестко иду в планету на высокой скорости. Чтобы ни в коем случае не продуплить скорость. А сейчас я просто выдерживаю, длинное выдерживание. Вот, лечу, лечу, не даю коснуться, лечу, лечу. Скорость падает, 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 падает. Вот, 80 уже, вот. Ты посмотри, как я нежненько и пужительненько приземлился. А? Огонь. Огонь. Нет, я сам рад. Огонь. Значительно. О, олень, олень. Японский ты бог. Друзья олени. А ну, крыш, вы что там размножаться решили? Брысь. Хулиганье тут. Ну, как их тебя? Как я тебя покатал? Огонь. Вот, друзья, чуть олени не сбили на посадке. А не посмотрели. Надо было внимательно посмотреть на полосу. На полосу. И увидеть этих оленей, которые пришли сюда размножаться по весне. До новых встреч, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова